Привет друзья, ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение в комментариях, а теперь поехали. Напряженный график вгоняет в стресс, а воздействие внешних факторов и неправильный уход портит цвет лица. Все это увеличивает скорость старения. Несмотря на то, что на рынке представлено множество косметических средств, большинство из них не совсем подходят для кожи из-за своего химического состава. Однако природные средства работают без каких-либо побочных эффектов. Взять хотя бы индийских цариц, таких как Рани Падмаавати из Читаргарха или Рани Джодха. У них была красивая кожа, роскошные волосы, яркие глаза и белые зубы. А секрет заключался в том, что они использовали природные средства, которые вполне можно использовать и сейчас. Мед и оливковое масло. Мед и оливковое масло творят чудеса с вашей кожей и волосами. Царицы использовали их, чтобы сделать свои волосы шелковистыми и блестящими. Кроме того, эти два продукта способны остановить выпадение волос, тонизировать кожу головы и укрепить волосяные луковицы. Маска из авокадо. Маска из авокадо омолаживает кожу и устраняет пятна прыщи и покраснения. А употребление авокадо внутрь делало кожу этих признанных красавиц гладкой и сияющей. Пиво. Этот напиток чрезвычайно полезен для волос и кожи. Индийские красавицы использовали яйца, лимон, молоко, которое смешивали с пивом, чтобы сделать маску для лица. Пиво богато углеводами и таким образом обладает очень хорошими увлажняющими свойствами. А витамины группы В делают кожу упругой и позволяют выглядеть намного моложе. Розовая вода. Розовая вода – это средство, которое помогает коже сиять. Прекрасные царицы любили принимать ванну в розовой воде, ведь она делает кожу бархатистой на ощупь, а также избавляет ее от загрязнений. Розовые духи. У розы очень привлекательный аромат, и поэтому красавицы использовали его, чтобы очаровать мужчин. Кроме того, аромат розы также предохранял их кожу от пересыхания и заставлял их чувствовать себя свежими весь день. Грецкие орехи. Грецкие орехи очень полезны для мозга, а также для кожи и волос, поскольку наполняют их питательными веществами. Признанные красавицы ели грецкие орехи, чтобы у них было пухлое и белое лицо. Более того, употребление грецких орехов заставляло их выглядеть моложе и красивее. Ослиное молоко. Конечно, вы не найдете сейчас только ослиного молока, но знайте, что ослиное молоко обладает антивозрастными свойствами. Поэтому королевы купались в ослином молоке, смешанном с медом и оливковым маслом, чтобы омолодить кожу. Неудивительно, что их кожа сияла, делая их красивыми. Такие ванны замедляли старение и красавицы могли похвастаться белой и нежной кожей. Можно заменить ослиное молоко добавлением в ванну и обычного коровьего молока. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в инстаграм и фейсбук, ссылки в описании.